Дорогие друзья, кто еще не был на Cases4Real.com, обязательно посмотрите. На сайте падают реально хорошие вещи, а за открытие кейсов можно заработать опыт и получить забавные звания. В конце июня за эти звания все игроки получат крутые награды. Специально для вас у меня есть купон на скидку 10% к пополнению баланса. Он будет в описании. Cases4Real. Почувствуй реальный азарт. Хоть и поговорив, получил, но приятная такая боль. Но ты держался красиво, молодцом держался. Я тебе скажу как тренер, со стороны это смотрелось нормально. Большой молодец, еще раз тебя с победой. Поздравляем. С победой. Ребята, поздравим, давайте, Ферамира с победой. Он красавчик. Спасибо, ребята, все, кто меня поддерживает. Это для меня очень важно. И надеюсь, что с Зологором вы сегодня решили свои предпоречия. И оставили их на ринге. И не вынесли, чем за него. Как я тоже в свое время говорил, те, кто были на ринге, ребята, это не просто так. Это действительно дорогого стоит. И вся эта ненависть, вся эта злоба, она осталась там. Да, можно все свои, ребята, конфликты оставлять в честном поединке. И не выносить, как говорится, и ссору. За мир, ребята. За мир. Еще раз победы тебе. Спасибо. Всем, ребят, спасибо. Молодец. Поздравляем. Поздравляем. Ну что, ребята, всем привет. Добро на связи. Мы по-прежнему находимся на Битфесте. Как и обещал, сделаем такое эксклюзивное интервью Фиромира для нашего канала Добра и Позитива. Много что хочется узнать, много что хочется уточнить, прежде всего для себя и для вас, для зрителей. Ну, Фиромира уже представлять не надо. Да, добрый вечер, ребята, всем приятно, кто смотрит видео. Да, мы хочу еще раз поздравить с победой. И вообще сказать, что, в общем-то, со стороны это все смотрелось как, действительно, по-мужски. По-мужски, да. Кто бы там что ни говорил, там сопли, слезы. А вот иди попробуй выйди на ринг и исполни. На минуту на ринге стоит больше, чем, там, тысячи всех этих перебалок, споров, скандалов в интернете. Ну, вот у меня первый вопрос такой, вообще, вот стоило все это того, чтобы вот сейчас мы вот сидели, записывали интервью после этого боя? Либо, если отмотать, например, назад время, повторил бы ты этот путь? Или, может быть, по-другому бы сделал? Или вообще бы не стал делать? Ну, сейчас уже, оглядываясь назад, я понимаю, что вот весь путь, который был проделан, он привел меня именно сюда. То есть, если бы что-то изменилось, я бы вот не познакомился с тобой, Серега. Я бы, не знаю, может быть, все бы закончилось тем, что мы бы разругались, и вся эта грязь становилась бы только больше. А сейчас мы подвели итог, и больше уже никаких конфликтов, конфликтов нет, по крайней мере, пока что. То есть, хоть я сейчас чувствую боль, и я чувствую то, что у меня процедура не слышится. Ну, понятно, что еще, наверное, пройдет какое-то время, может, какое-то осознание того, что произошло, придет, да? Но вот пока вот ты считаешь, что у вас будет дальнейшая совместная работа с Азлагором? Или нет? Или как? Я не знаю, потому что сейчас эмоции зашкаливают, и решения, которые приняты в такие, ну, достаточно напряженные моменты, они потом пересматриваются уже после всего этого. Поэтому сейчас уверенность, что сказать нельзя, но в любом случае дело сделано. И, по крайней мере, самое главное, это что на душе нет грунзов, потому что боль, она проходит, а вот всякие психические, потом эти грунзы, которые накапливаются, они снимаются только вот так. Понятно. Но следующий вопрос вообще напрашивается следующего характера. Какие планы на будущее по каналу? Ну, есть ли какие-то мысли, задумки, проекты? Или все как бы экспромт, все рождается, как говорится, с листа, с чистого, да? Или как? Ну, я просто по своему опыту могу сказать, что я делал всякие планы, там, на недели, на месяца, даже, там, может быть, на годы вперед. Но, чтобы ты не планировал, даже на следующий день, может произойти все, что угодно, и все эти планы изменятся, поэтому это лишь себя нагружать и так далее. Нужно настраиваться не на то, что сделать нужно, а на то, что вот прямо сейчас происходит, ты должен, ты должен сделать все, что можешь, то есть ради тех, кто, ради тех, кто тебя любит, там, подписчиков, родителей, друзей, ты должен постоянно отдаваться на ваксы вот прямо сейчас и не планировать ничего на потом, потому что, что бы ты ни планировал, оно все может пойти совсем по другому пути, нужно настоящим человеком, я так считаю. Понял. Слушай, такой вопрос вот, вообще, ты по своему каналу будешь как-то, ну, дальше вот, может быть, какие-то темы с боями продвигать или вот, например, еще какие-то, ну, спортивные какие-то вот вещи делать, потому что я так понимаю, что бокс-то тебе понравился в целом, да, то есть, может быть, будет второй какой-то канал или все у тебя будет как бы на основном, вот, не думал ли ты о том, чтобы вот что-то, что-то такое спортивное сделать или еще? Я лично, я противник идеи того, чтобы делать много каналов, я считаю, что нужно делать то, что интересно всем твоим зрителям, то есть это, конечно, может быть не всегда просто. Как бы не разбивать их по группам, да? Да, это не всегда просто, но ради этого мы и работаем, и стараемся, чтобы как-то... Даже не просто развлекать своих зрителей, а давать им какую-то мотивацию на их уже потом совершение. То есть я обычный человек, в принципе, я как бы не какой-то там суперчеловек. Многие считают, что блогеры, интересуются люди. Я обычный человек, и я надеюсь, что вот таким примером я хотя бы каких-то людей дам понимание того, что лучше не разводить всякие грязные конфликты в интернете или на словах. Лучше, если вот реально либо находиться в мире, но если вдруг ситуация зашла так, что противоречия уже слишком велики, нужно их разрешать честно и достойно. Ну да, понятно. Слушай, такой вопрос. Вот в ближайшее время, ну как бы лето, да, время отпусков там, все остальное. То есть где планируешь провести время, вообще как будешь отдыхать, чем будешь заниматься, вот, ну, в ближайший летний период? Я, скорее всего, буду посвящать, как обычно, время своему каналу, потому что так еще получилось, что я такой трудоголик, то что я всегда, по сути говоря, ну живу своим каналом. Потому что, у меня очень большой груз ответственности, то есть меня смотрят суммарно больше миллиона человек, и ради них я должен выкладываться по полной. Потому что для многих я примером являюсь, мне просто совесть не позволит прохлаждаться где-то и так далее, все-таки ответственность как-нибудь. Ну, это мой выбор, то есть, как бы, опять-таки, не обязательно для других тоже постоянно просто жить своей работой. Но мне это доставляет удовольствие, это главное, главное, что тебе нравилось, скажешь, как я делаю. Понятно, понятно. Слушай, ну и, наверное, может быть, личного характера вопрос. У тебя есть девушка вообще? У меня нет девушки, потому что, вот что так опять-таки получилось, это связано с предыдущим вопросом, то что я... Здесь в работе. Ну, как это объяснить? То есть это, конечно, может быть, сейчас будет банально звучать, но ответственность, у меня большая ответственность. То есть я не могу просто взять и... Я даже, вот, не знаю, там, просто отдохнуть книжку, прочитать фильм, посмотреть. Меня уже совесть грызет, потому что вот я в это время мог бы сделать что-то своих зрителей полезное и еще больше как-то мотивировать людей. И когда я продолжаю, совесть грызет, совесть грызет. И поэтому, конечно, ну, с девушкой это все замечательно и так далее. Но, опять-таки, как говорится, я думаю, встретиться, там, та единственная девушка когда-нибудь, когда придет время. То есть, опять-таки, на будущее загадывать не хочу, но если вдруг такое будет зайдет, то, как бы, я не буду. Все, понял. Ну, ребята, имейте в виду, давайте, там, девчонок, всех красивых, молодых, да, все. Все, будем знакомить, короче, Феромира. Но, что, я от себя могу еще раз поздравить с победой тебя. Ты большой молодец и желаю тебе, твоему каналу, процветания. Видно, что ты занимаешься любимым делом, тебе это, ну, как бы, нравится. И думаю, что в ближайшее время тоже будешь радовать какими-то интересными, не только прохождениями, играми, там, ну, и, может быть, еще какими-то историями, там, интересными из жизни и всего остального. Вот, так что большой молодец, еще раз тебя с победой. Я передаю твоим подписчикам, всем привет, подписчики Сереги. Спасибо, что вы были со мной, поддерживали меня, для меня очень много значат. И надеюсь, что у нас еще с Сергеем будет много других совместных дел. И то, что это только начало очень интересного пути, который предстоит еще пройти. Спасибо огромное. Ну, от себя, может быть, не стоит это говорить при Феромире. Скажу честно, что вот за тот небольшой отрезок времени, который меня свел как бы с ним, да, могу сказать, что человек ответственный, конкретный, четкий, организованный. И, ну, как бы, я с многими людьми, в том числе с блогерами встречался. И я вам могу сказать, что у Феромира есть одно очень важное качество, которое мне понравилось. Это сказано, сделано. Вот такое вот мой, вот такое мое резюме. Ну, и, в принципе, это вообще поможет не только в блогинге, да, вообще это, ну, организованность помогает вообще по жизни. Вот, когда ты собран, организован, у тебя все будет получаться. Вот, ну что, спасибо большое. Всем добра, позитива. Добрейший вечерочек. И надеюсь, что до скорых встреч. Всем спасибо. Залечивай раны. Чао, пока. Пока.